Давай его сюда. Не дам. Давай сюда. Ты чё, вообще башку не соображаешь? Тебе вообще *** сюда его. Не дам. Слышишь? Да. Чё, дурак что ли? Чё нюхает, а? Тебе сколько лет? А? 18. Тебе 18? Да. Ты чё делаешь? Тебе вообще... Отдай. Нет, не отдам. Отдай. Иди давай домой. Клей, бензин, а теперь бытовой газ. Среди российских подростков набирает популярность такое губительное развлечение, как снифинг. От английского сниф – нюхать. В поисках дешёвого и доступного способа словить кайф школьники вдыхают газ из обычных зажигалок и баллончиков. Это занятие вызывает привыкание и может привести к стойкому поражению нервной системы. Газ очень быстро попадает и несётся вместе с кислородом по кровяному руслу, попадает в головной мозг. То есть минуя желудок, минуя печень и так далее. То есть процесс происходит очень быстро. Вследствие этого в первую очередь появляется токсическое поражение головного мозга. За счёт этого возникает кислородное голодание, которое даёт некое странное состояние. Это можно, в принципе, сложно назвать галлюцинацией или чем-то ещё, но немного изменённое сознание, конечно же. Фраза «надышаться перед смертью» звучит теперь совсем по-другому. Первый вдох из баллона часто оказывается последним. Бытовой газ вытесняет из организма кислород, в результате чего возникает гипоксия клеток. Как результат – отёк мозга, лёгких и смерть. Вдыхание газа может привести к внезапной остановке сердца. Причём количество вещества не имеет никакого значения. Здесь никак нельзя рассчитать дозу. То есть иногда достаточно просто даже одного вдоха для того, чтобы организм среагировал следующим образом. Чтобы сердце сразу же остановилось или очень быстро начало работать. То есть то, что для него ненормально. Плюс ко всему очень часто возникает такой побочный эффект, как рвота. И человек в состоянии этом, он отконтролировать это не может. И в первую очередь задыхается конкретно просто рвотными массами. Ну и плюс ко всему, конечно, систематическое употребление. Во-первых, мы говорим тоже о том, что есть зависимость однозначно. И плюс ко всему, конечно, есть различные поражения органов дыхания. В первую очередь, да, потому что вдыхается. Ну и много других различных проблем. Конечно же, самое главное из которых – это токсическое поражение мозга. В Карачаево-Черкесии случаев смертельного исхода от газовой токсикомании среди подростков не выявлено. Само явление не распространено, так как в некоторых других регионах. Вместе с тем, понимая всю его опасность, парламентарии во время очередного заседания сразу в двух чтениях приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Проект закона был внесен в парламент республики прокуратурой. Товарство этого газа еще и в том, что он так же быстро и выводится из организма. И заметить странное неадекватное состояние подростка родители или учитель может не сразу. Поэтому я думаю, что нужны обязательно ограничительные меры, урегулированные уже законом. Вот именно с целью предотвращения этих опасных вещей является разработка данного законопроекта. В ближайшее время в законе об административных правонарушениях предусмотрят штрафные санкции. На том же заседании депутаты внесли изменения в республиканский закон, ограничивающий продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. Наказание за его нарушение теперь будет строже. Еще в апреле 2019 года по инициативе главы республики Рашидовича Тимрезова мы одними из первых в Российской Федерации приняли закон, запрещающий вот эти никотина, содержащие табачные изделия несовершеннолетним. И лишь в текущем году был принят федеральный закон, который гораздо ужесточил ответственность. Теперь, значит, будет применяться ответственность по кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации. Для примера могу сказать, что ответственность для граждан установлена от 20 до 40 тысяч, на должностных лиц от 40 до 80 тысяч и на юридических лиц от 150 до 300 тысяч рублей. Опасность газовой токсикомании, говорят специалисты, угрожает любому ребенку, независимо от благополучия семьи. В основном несовершеннолетними движет любопытство и желание получить новые ощущения. Родителям стоит внимательнее следить за своими детьми. Мария Клокова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...